Лапшина, здравствуйте. У микрофона Ольга Болезина. Меня зовут Мария Кожевникова, и это новость. Очевидцы. Очевидцы. Десять лет в Кирове. Десять лет в Кирове. 12.06 в Кирове. Программа «Очевидцы» в прямом эфире в студии Ольга Болезина. Анна Лапшина и... И наш гость Дмитрий Русский, депутат законодательного собрания 4-го и 5-го созывов. Да, Дмитрий Михайлович, добрый день. Вспоминаем сегодня в 2016 год. Нужно сказать, что сначала у нас есть трансляция. Нас можно еще и посмотреть на сайте, в Ютьюбе, на сайте на главной странице и во Вконтакте. Да, всем привет. И в Инстаграм тоже привет. Да, всем хорошего дня. Всем хорошего дня и хорошей погоды. 16-й год, переломный год для нашего региона. В регионе меняется власть. Меняется власть. Да, у нас так в середине года произошло то, что никто не предвещал и не думал. И раз, и махом все поменялось. 24 июня в Москве в ресторане комплекса «Лот и Плаза» был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки. Там на самом деле была такая история, которая очень долго тянулась. Сумма менялась. То 400 тысяч, то... То 250. То 250, то 600, да. В общем, там какие-то... Нет, не тысячи, наверное. Тысячи евро. Евро. Евро, да. Это все цифры были в евро. Это, наверное, такое самое было значительное событие 2016 года, которое затмило все остальные. Поэтому вчера, когда я подбирала список событий, которые в 2016 году случились, я, конечно, ничего более яркого не нашла. Да, список остановить. Нет, я сначала думала, у меня была такая мысль, но потом все-таки я вспомнила, что в 2016 году были выборы в законодательное собрание. Государственную думу Российской Федерации. Вот, и вот 2016 год был какой, оказывается, да. У нас приехал исполняющий обязанности губернатора Игорь Васильев. С новым лозунгом навести элементарный порядок. Да, точно, точно, да, да, да. Совершенно верно. Мне кажется, что до сих пор элементарный порядок, он вроде как бы так и не наведен. У нас, по-моему, беспорядка больше стало, судя по тому, что мы слышим и пишем там. Так что в данном случае, да, очень много было всяких быстрых таких событий, которые как-то повлияли на ближайшую жизнь города Кирова и Кировской области. Мне кажется, что все-таки не в лучшую сторону. Не в лучшую сторону. Но давайте мы еще все-таки вспомним те события, которые были, помимо выборов в законодательное собрание, помимо главного события 2016 года, да. А я бы предложила, наверное... Все-таки начать? Да. Все-таки, ну хорошо, ладно. Я, правда, хотела напомнить слушателям, что там еще было предложение поставить колесо на театральной площади обозрения. Ну, кстати, да, это забывать нельзя. И это тоже была такая очень громкая тема. В течение, наверное, месяца марта всего это обсуждалось. И благодаря, в общем-то, мнению общественников и жителей этого микрорайона все-таки то решение не было приведено в жизнь. Хотя за тем решением... И, кстати, была тогда, я помню... Фраза про холодильник. Фраза, да-да-да, которую сказал тогда депутат законодательного собрания, депутат городской думы Валерий Васильевич Крепоснов о том, что мой город, что хочу туда, то и врачу. Так, там было сказано, там про холодильник было сказано. Вы же, говорит, у себя на кухне не спрашиваете, куда ставить холодильник. Да, и Валерий Васильевич показал, что он тоже не спрашивает никого, куда поставить колесо обозрения. Да, вот на театральной площади было предложено. Я помню, мы делали эфиры, и у нас слушатели звонили и говорили, что непонятно совершенно, на что там смотреть, кроме... Извините, я не буду это слово использовать. Из пачканных крыш голубями, вот было сказано. Ну, и потом это колесо успешно переехало в парк имени Сергея Миловича. В парку цирка, да, и Киров — это город мемов, два колеса, две гостиницы, два пруда, всё рядышком. Прямо вот фактически не просто в шаговой доступности, да, а практически вот рукой дотянись, и на тебе второй объект точно такой же. Хорошо, давайте всё-таки по аресту Никиты Белых сейчас пройдёмся, потому что, ну, вот это событие, помимо, ну, самого себя... Да, повлекло очень много последствий для нашего региона. Да, оно определило будущее наших лет, которые мы прожили, с 16 по 20 год. А вы помните, как вы узнали об этом? Я помню, да, это было днём, значит, кто-то позвонил... Это была пятница? Это вот день не помню, да, пятница, да. Я помню, что это было пятница. Я помню, что это днём, и мне позвонили со СМИ, с какого-то нашего регионального, и сказали, ты слышал, что сегодня, сейчас арестовали Никиту Белых. Значит, я говорю, я пока не слышал, и буквально где-то через полчаса, через час пошли активные эти все истории на федеральных каналах, где уже было видно, что его задерживают, что его берут отпечатки пальцев. Ну, пошли вот эти фотографии с деньгами известные. Да-да-да, всё очень быстро пошло, и буквально на целые там, наверное, недели-две-три наш город заполонили различные СМИ федеральные. Значит, брали интервью, собирали тут всю информацию. Искали компромат, я помню, да. Ну, не компромат, а историю там, да. Ездили на Чёрное озеро, и потом показывали по федеральным каналам резиденцию вот эту на Чёрном озере за забором, которую не было видно, и преподносилось это всё так, что, значит, там Никита Белых дворец настоящий на Чёрном озере построили. Ну, я так понимаю, что дворец-то как раз скоро и будет, когда 100 миллионов сейчас у нас новая резиденция уже, сейчас хотят 100 миллионов потратить в правительство Кировской области на ту резиденцию. На самом деле, я там был один раз и видел, что, в общем-то, она была очень скромная при Владимире Ниловиче Сергеенкове, потом она немножко стала более такая изящная при Николаю Ивановичу Шаклеяне, не сильно изменилась при Никите Белыхе, и, в общем-то, сейчас её планируют создать там какой-то такой, очень красивый комплекс для высшего руководства области, для того, чтобы люди отдыхали. Не клевещите, Дмитрий Михайлович, там собирается комплекс, собираются строить не для руководства области, а для гостей, которые приедут на юбилей города Кирова в 24-м году. Слава Богу, у нас гостиниц очень хватает в городе, там можно было разъяснить. Надо им показать, мы же должны хоть что-то показать. Гостиницы есть везде. Я знаю, что показуха у нас на первом месте, да, что мы крутые ребята. Ладно, давайте в 16-й год возвращаться. Да, смотрите. Хорошо, они приедут на три дня, на четыре, а дальше кто это будет всё содержать, и как это всё будет происходить. Кто будет этим пользоваться? Это как вопрос с Олимпиадой и всякими объектами. Ну да, 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 да. С объектами Олимпиады там, по крайней мере, хоть люди могут пользоваться. На Чёрное это озеро явно ведь не будут номера сдавать в аренду там, да, на выходные, на вобрачные. Значит, это по наследству и будет пользоваться руководство Кировской области, конечно. Ну и все гости, которые приедут через пять лет ещё на следующий. Так, давайте про руководство области. Хорошо. Вот смотрите, сейчас это очень привычная новость, что там того губернатора задержали, сего губернатора задержали. Никита Белых, наверное, одним из первых. Нет, он был третьим. Был сначала Хорошавин. Хорошавин, да. Потом был Гайзер. Гайзер и потом Никита. Да. А потом после этого пошёл Маркелов. Да, но это тогда ещё больше. А потом уже дальше пошло, да. Вот если сейчас кого-то снимут в Кировской области. Может быть. Вот, ну и уже были, да, прецеденты там с Владимиром Быковым, высокопоставленным лицом. Мы уже к этому как-то, ну, и ждали. Это уже не является таким шоком. Ну, а тогда... Я думаю, что мы к этому просто уже привыкли, потому что постоянно кого-то из них арестовывают, сажают, как бы заводят уголовные дела. Неприкасаемых нет, наконец-то. Нет, прикасаемые есть, просто уровень поменялся, он стал чуть повыше. Если раньше было муниципальное образование, сейчас дошли до региональных, как бы, до регионов. Значит, в принципе, просто немножко подросли. Потому что это вообще кругом, и в данном случае это очень опасная тенденция, если на всё это закрывать глаза. И при этом я хочу вам сказать, что мы точно так же привыкли жить без горячей воды, без тепла. То, в принципе, это наша жизнь, да, что постоянно кого-то из высших руководителей там... города или области постоянно где-то арестовывают, за что-то их хватают. Где-то они опять в очередной раз украли. Здесь они это как бы обманули. Ну, просто люди ко всему другу. Жизнь идёт. Жизнь течёт, да, да. Это нормально. И она всё... И это уже не становится каким-то удивлением там, да, вот. А тогда ещё, да, было довольно-таки удивительно. Тем более, это было связано с Никитой Белых. Потому что буквально где-то за две недели до этого на форуме в Санкт-Петербурге все каналы показывали, что он встречался с Владимиром Владимировичем Путиным. Докладывал о своих там хороших результатах, которые были сделаны в Кировской области. В общем-то, это было, да, немножко очень всё как-то неожиданно. А Никита Юрьевич к тому моменту ещё, я помню, похудел тогда значительно. И влюбился. И на это тоже обращали все внимание. Ну да, он изменился, да. Где-то с конца 2015 года он начал резко меняться физически. Взялся за здоровье. Да, но при этом я вам хочу сказать, что я тогда ещё был депутат и видел, как всё происходило. Я вам скажу, что это не пошло в пользу для области. Он начал немножко полностью отходить от проблем региона и стал тут всё меньше и меньше появляться. Отключился чуть-чуть, да? Да, он уходил, видимо, это уже чувствовалось усталость, и он очень надеялся, что после выборов в сентябре 2016 года он... Будет свободен от нас. Да, да, мы, как бы он нас покинет, в хорошем смысле там, да, и уедет куда-то или вообще закончится с губернаторством, или переедет в Москву на более... На повышение. Да, на другую работу. Уйдёт на повышение. Да. Это была его основная мечта, я думаю. Это мечты, которые мы всем руководителям, по-моему, приписываем у нас. Переехать в Москву. Подняться, да. У каждого, как бы, своя мотивация. Понятно. Так, ну давайте всё-таки... Я думаю, что мы ещё вспомним вот эти события 24 июня после того, что вот сейчас по последствиям очень коротко озвучим. Ну, помимо приезда Игоря Васильева и наведения элементарного порядка, что было? Ну, мы помним массовый исход... В том числе уходили и люди, которым... Ну, вот даже со стороны наших слушателей, там, горожан... Было непонятно, почему они уходят, да. Но вот как раз, когда пришли уже новая команда с наведением элементарного порядка, то основная задача их была полностью убрать всех тех людей, которые... Зачистить. Бывало, что более профессиональные люди менялись совершенно не на профессиональных людей, да. Приезжали совершенно какие-то неподготовленные, смешные, в моём понимании, люди, начиная там с Куземской и вот вся эта история там... Какой-то профессиональный бэкграунд был такой, да. Да, да, да. К сожалению, это всё привело к тому, что мы поняли буквально через полтора-два года, что кадровая подготовка и кадровый резерв уже нового губернатора, соответственно, не соответствуют вообще никаким, в моём смысле, пониманию. И, в первую очередь, что мы чаще всего меняли хороших руководителей совершенно других неподготовленных руководителей. Это касалось и Жданова, аэропорт победила, мы с вами очень много про это говорили там, да. Плюс мы говорили про Министерство социального развития Кирилл Лебедев, который прекрасный, я считаю, что был руководителем, который буквально 2-3 года назад выиграл один из... Занял одно из первых мест на конкурсе руководителей России, такой был лидер России, сейчас работает в Новосибирской области. Ну, на самом деле, очень много было сделано всяких таких дурацких принятых решений, которые, в общем-то, на самом деле, непонятно, чем мы мотивировались. А чем они закончились на данный момент, как вы думаете? Мы сейчас с вами видим, чем это всё закончилось, да. Ну, кроме лесных посадок. Лесные посадки, мы видим, что происходило в городе за этот период времени, да, что сегодня мы вообще находимся, такое ощущение, что без руководства и города, и области у нас вообще полная там какая-то пустота наступила, да, и мы видим... Без власти. Без власти какой-то везде, потому что мы видим, что сейчас происходит там с коронавирусом, мы видим, что происходит там с подготовкой к отопительному сезону, там, 1 сентября, как мы готовились там, да. И, в общем-то, во всё этой массе мы видим, что, в общем-то, мы как бы живём своей жизнью, а эти люди живут совершенно другой жизнью. Там было ещё несколько очень важных проектов, которые были поставлены под угрозу и закрылись после прихода новой команды. Ну, в частности, вот детский лагерь в Алуште, который с таким трудом пробивали. Я помню, у нас был эфир, первую смену, там, дети отдыхали. Да, из детских домов. Из детских домов. Вы приходили с Валентиной Ивановой. С Павловной Ивановой, да, потому что это была такая очень запоминающая история. Мы, на самом деле, единственная территория Российской Федерации, которая получила в аренду пионерский лагерь тогда в Крыму. В Алуште. В Алуште, да. Мы сами его очень долго выбирали. С некоторыми членами правительства, ещё Никитой Белых, депутатским корпусом мы туда выезжали. Мы получили хорошие очень условия по этому лагерю, значит, мы его фактически за 16-й год, где-то примерно, наверное, с марта по 1-го июня провели там очень большие подготовительные работы для того, чтобы хотя бы 2-3 смены в 16-м году туда приехали. И понятно, что первые там роли отдали детям из интернатов и детям из одарённых там, которые выиграли различные конкурсы. Ну, конкурсы, конкурсы всякие. Значит, и, конечно, это был очень успешный проект, я считаю, что и сейчас я понимаю, что по истечению 5 лет мы там понимаем, что это был лагерь сегодня просто лучшее, что было, наверное, в Кировской области. Но могло создаться, потому что уже появился мост, уже появилась и железная дорога, и логистика совершенно изменилась Крымом. И, конечно, то, что мы сегодня понимаем, что по разным причинам за 4 года падения доходов населения очень сильно упало, что сейчас большинство родителей, ну, наверное, не могут позволить себе, чтобы как-то свозить детей на юг. А здесь был прямой выход для того, чтобы это можно было сделать. Во всяком случае, для детей из малообеспеченных семей, вот из таких официальных благополучных. Из любой кировской семьи можно было сделать, потому что на тот момент, когда мы просчитывали стоимость путевки и перелет, это выходило совершенно подъемные деньги даже, ну, для среднего кировчанина, который мог, я думаю, надеюсь, выбрать хотя бы одно желание для того, чтобы в этом году там его ребенок мог съездить по путевке в крымский лагерь. Есть у нас звонок, я так понимаю, да? С Борисом Мильграммом мы пытаемся связаться с художественным руководителем Пермского академического театра-театра. Да, здравствуйте. А, нет, не получается пока. Сейчас попробуем еще раз набрать. Борис Мильграмм и Пермский академический театр-театр был здесь как раз в день, когда пришлось известие о Борисе. В тот самый вечер я была в театре, я не помню, на какой постановке. Мне пришло сообщение на телефон, что вот Никиту Юрьевича задержали, и, ну, все, я вышла в фойе. Там руководители вот этого Пермского театра-театра, я была уверена, что они знакомы и с Никитой Белых хорошо, и там в приятельских, если не в дружеских отношениях. Там в товарищеских, сказал вчера Борис Леонидович. Да, 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 и вот весь спектакль мы просидели в этом фойе, просто пытаясь найти что-то в интернете, какую-то информацию, и... Нет, сейчас он нам расскажет, если мы установим связи. Нет, пока я связываю, видимо. Так, а мы в Перми пытаемся, да, дозвониться? Мы пытаемся дозвониться до Перми, совершенно верно, да, почему-то у нас не очень это включается. Так что я пока закончу про Крымский лагерь, да, и как раз в августе было организовано две смены, дети приехали в восторге. У нас на октябре месяце стояло подписание длительного 49-летнего договора аренды в октябре месяце там, да. Мы с Валентиной Павловной Ивановой тогда, понимая всю, как бы, необходимость все-таки сохранения, то, что было сделано там при старом губернаторе Белых, пришли с ней к исполняющей обязанности губернатора Кировской области, но даже все, как бы, авторитет и уважение к Валентине Павловне тогда Ивановой, детскому фонду, тогда никакую положительную реакцию мы не получили. Нам было сказано, что в Кировской области все плохо, значит, все запущено, и никаких пионерских там лагерей, никаких они не нужны, потому что, в общем-то, это какие-то дополнительные расходы, хотя на самом деле никаких там практически расходов не было, там был сделан ребятами бизнес-план, которые занимались этим лагерем от Министерства молодежи, значит, и у них все сходилось, и все было прекрасно, при всем при этом большой пакет был бесплатных путевок в летний период, как раз для детей из малообеспеченных семей и из детских домов-интернатов. Значит, вот в октябре мы этот пионерский лагерь потеряли успешно, значит, и, в общем-то, такая наступила немножко депрессия, потому что в данном случае была работа, ну, я реально понимал, что для кировчан этот очень лагерь был необходим, потому что у нас и с погодой проблемы, и доходы населения совершенно не те, как, допустим, в богатых территориях, что вот такая возможность отправить своего ребенка хотя бы раз там в год, это была бы прекрасная история, тем более для детей, которые там малообеспечены, и просто для обычных кировчан, которые бы хотели своего ребенка отправить в летний период в лагерь. Я вот вспоминаю, что мы еще потеряли. Победу мы в конце года, да, это было второе, как бы, тоже было сказано, что победа неэффективна, и победа, что с ней одни проблемы, а через полтора года, когда рухнул весь пассажиропоток в аэропорте Победилово, да, мы поняли, что, в общем-то, победа оказывается не так плоха, как нам казалось, ну, это я в переводе говорю с правительства Кировской области. Ну, вот смотрите, кроме того, что была победа, были еще там основанные на личных контактах, Никиты Белых, какие-то визиты, то есть к нам приезжали послы каких-то государств, у нас велась речь, правда, ничего не могло, наверное, состояться с лоукостером Эйлр Болтик, какие-то переговоры, там, Пермики, город, который все-таки в развитии нас опередил, сюда приезжали, были какие-то там, ну, вот, контакты, да, как это называется, дипломатия такая человеческая, неофициальная, то есть там какие-то НКО, тот же театр-театр, вот эта вот культурная сфера, которая у нас... Ну, знаете, как я отвечу, там, конечно, то, что приезжали послы, это там не очень, как бы, такая тема, лично для меня интересная, да, ну, хотя бы чувствовалось, что немножко жизнь в области как-то кипит, что-то происходит, что-то постоянно движется, там, это, к сожалению, видимо, это все-таки очень сильно влиял на это и возраст Никиты Юрьевича, там, да, что все-таки довольно-таки еще был молодым человеком, ему, как бы, вот этот драйв нужен был, плюс у него какие-то цели были переехать, уйти на повышение, это, в общем, все стимулировало какую-то такую... А, то есть это не для нас, а для резюме делать? В том числе, нет, это в какой-то смысле и для нас, но, конечно, это все делалось больше для того, чтобы показать результат там, да, особенно это было заметно там с девятого по двенадцатый год. Я вам сказал, что там после четырнадцатого-пятнадцатого года потенциал энергетический и желание что-то изменить... Но об этом все говорили, что устал Никита Юрьевич. Он начал падать, это было реально видно, это было видно по даже его встречам, когда мы встречались как депутаты, там, по каким-то проблематике и по всему там, да, видно, что отношение в пятнадцатом году там начало резко меняться. А еще такое ощущение, что где-то сверху крылышки подрезали, году примерно, ну, в тринадцатом-четырнадцатом, не помните, было как-то... В четырнадцатом году было восстание, как я его называю, местных олигархов против губернатора, когда они собирали подписи за его отставку на уровне ЗАГС-собрания. Да, вот это такая история, это было как раз четырнадцатый, по-моему, год перед выборами. Значит, ну, он так вроде тогда, на тот момент, это дело успешно прошли, и, в общем-то, этот тогда заговор против него, как бы он там не прошел, благодаря тому, что, в общем-то, была жесткая реакция со стороны администрации президента, потому что, ну, негоже местным олигархам менять ставленника в президент. Если нужно, президент. Да, это он сам сделает, да, это не их функционал. Да, я прошу прощения, у меня к вам следующее предложение, не знаю, что скажет мне звукорежиссер. Давайте мы все-таки попробуем сейчас уйти на рекламу. Здесь надо понажимать какие-то кнопки, рычажки какие-то подвигать. Полторы минуты будет у наших звукорежиссеров, потом попробуем еще раз набрать Бориса Мелеграма. Да, добрый день, программа «Очевидцы» продолжается. Мы с Ольгой Близиной в студии, Дмитрий Русских наш гость. И все-таки вот еще одна попытка связаться с Беремью. Борис Мелеграм, добрый день. Алло. Так, ну что, звукорежиссеры нам, конечно, сегодня не помогут, судя по всему. Это все какой-то заговор, потому что тема у нас такая... Скользкая. Скользкая, опасная. Тем более мы сейчас обсуждаем, а Никита Юрьевич-то в городе находится. Никита Юрьевич, кстати, да, Никита Юрьевич находится здесь в СИЗО, и... Алло. Алло, Борис Леонидович, добрый день. Да, вы слышите нас хорошо? Алло. Алло, алло, Борис Леонидович, алло. Ну все, звукорежиссеры не дают нам возможности связаться с Перми. Очень жаль. Это разумится во времени с Перми. Очень жаль. Ладно, хорошо, едем дальше. Ну, помимо победы, помимо там несостоявшихся проектов, вот таких социально важных, как детский лагерь, был еще один проект, я помню, «Дом дружбы народов», да, который как раз в начале 16-го года передали вроде бы национальным диаспорам, и мог состояться вот очень интересный, хороший проект, как в других регионах, где можно было там какие-то проводить праздники. Да, да. Но, увы, все это тоже закончилось. А еще было прекрасно, что всех министров заставляли ходить по СМИ, общаться с людьми, там, завести соцсети. А теперь, ну, казалось, что вот он там, 21 век, наконец-то, наступил. Прорвался. Прорвался. Но нет, его можно время повернуть вспять. Слушайте, ну, мы понимаем сейчас, с течением какого-то времени, мы понимаем, что очень многое, что было, может быть, хорошее, что-то было плохое, но при сравнении получается, что все-таки на тот момент все-таки какие-то такие вещи, которые происходили, они определяли какое-то там настроение жителей Кировской области, там, жителей города Кирова. Я думаю, что очень было много там интересного связано с тем, что даже в законодательном собрании была постоянная дискуссия, потому что были очень много оппозиционных депутатов, а в 16-м году там наступила полная тишина, потому что многие депутаты или не пошли, которые были активны, или не прошли. И, в общем-то, за 4 года мы, в общем-то, окончательное ЗАГС собрание-то потеряли, там, да, вместе с уходом, арестом губернатора, в общем-то, и сама картинка поменялась. А вот вы в ЗАГС собрание не пошли, это вот у вас ведь было именно настроение ваше такое. На тот момент, да, я, как бы, я считаю, что люди, максимальный срок, кто может там работать там или там мэр города, или губернатор, или там, я не знаю кто, или главврач, это, в принципе, 10 лет, дальше уже наступает определенная усталость, которая влияет на эффективность и качество работы, да, и на тот момент понимал, что мои силы пока исчахли, значит, и в данном случае я принял решение, что в 16-м году я уже не пойду, потому что работать... То есть вы не пошли в ЗАГС? Да, я не пошел, потому что я решил, что, как бы, плохо я работать не умею, а хорошо, у меня уже, как бы, ни нервов, ни сил не хватает, потому что, на самом деле, это очень сложная работа, если не спишь на пленарке. Да, еще одна попытка у нас все-таки связаться с Пельмью. Последняя, Пельмь, как мы любим вас. Да, Борис Милиграмм, Борис Леонидович, добрый день. Нет? Все, всех отпускаем. Если не получается, надо отпустить ситуацию. В общем, история, да, такая. Хотя, на самом деле, там воспоминания-то были, ну, такие, как мне кажется, очень знаковые там, да, для нашего эфира. Ну, это вот восприятие такое, может быть, иногородним человеком всей этой истории, человеком, который Никита Белых знал. И у нас это тоже была такая вот долгоиграющая история. То есть предполагалось же какое-то длительное сотрудничество как раз с Пермским театром. Я вспомнил, что еще было в 16-м году. У нас начала расти глава города Владимир Васильевич Быков. Да. С кресла главы города, да, которого все очень любили геробчане и очень его помнят до сих пор. Значит, он переехал еще на более повышение. И даже я помню, что новым губернатором была вручена ему медаль за заслуги перед... Перед городом. Перед городом, да. Перед городом. И что-то там про любовь к городу тоже говорилось. Да, да, очень любил Владимир Васильевич вообще наш город. Это же видно по всему. Я помню, что Василий его задавали потом вопрос по поводу его этой награды, да, было дело. Задавали вопрос. Что-то он такое сказал, отшутился там, да. Про ЗАГС-собрание. Вчера, кстати, в программе «Дайте слово» обсуждали, деградирует или не деградирует наше законодательное собрание. То, что есть какие-то проблемы, признал даже Роман Титов, говорит, который голосом «Единой России» сказал, что исполнительная власть подменяет собой законодательную. А в 16-м году, вот у нас, я тут выписала, какие были результаты выборов ЗАГС-собрания, 26, по-моему, по одномандатным округам прошло. Это была «Единороссия». Да, «Единороссия», которые, ну, были просто беспартийные, они были тайные «Единороссы». Да, они были и партийные, ну, и частично были беспартийные, но, в общем-то, мы понимаем, что это все, они сейчас все в одной фракции, и, в общем-то, все делают свое там дружное дело. Нет, ну, это та история, про которую вот сейчас вспомнили в связи с тем, что предложено сократить количество партийного списка. Списков, да, количество списочников. Расчет идет вот именно на 16-й год по одномандатным округам. Расчет на то, что одномандатники могут не указывать партийную принадлежность. Кстати, главный инициатор этого изменения как раз, как вы говорите там, Роман Титов. Но Роман Титов я должна все-таки напомнить, что он в партии-то «Единая Россия» не состоит, он во фракции. Он член фракции и возглавляет АНФ в Кировской области. Ладно, ЗАГС Собрание, конечно, вот тот расклад сил, который был в 11-м году. Да, мы шли буквально в два голоса по количеству голосов. Он, конечно, не повторен в нынешнем составе. Да, пока он не повторен. Кстати, ЗАГС Собранию работать-то осталось совсем вот немного же. Ну, если ничего не изменится, то год, да. Как-то домучаются ребята. Да, ну, слушайте, что? Мы будем обсуждать все-таки еще какие-то темы 16-го года, потому что там на самом деле вот был, например, велопарад, это еще, опять же, вспоминаю Никиту Белых. Я вчера, когда это событие увидела, посмотрела фотографии. Мы тут захвалили. Если он сейчас нас слушает по радио... Он не слушает. Там только радио России, я вчера уточнила. Да, нет, я думаю, что там... Эхо Москвы там не дают слушать. Нет, не дают, ну, понятно. Вот, в СИЗО невозможно послушать радиостанцию Эхо Москвы, там только радио России. Я вспоминаю, просто велопарад — это не только про Никиту Юрьевича, это вообще про всех чиновников, про то, что Ольга говорила про открытость власти, да. 29 мая был велопарад костюмированный, и участие в нем принимали и Никита Белых, и Алексей Вершинин, который был тогда зампредом, по-моему, да, Дмитрий Курдюмов, как секретарь общественной палаты, Анна Альминова, которая тогда уже была, Светлана Медведева, министра спорта. Ну, короче, все. В костюмах, на велосипедах. Владимир Быков, между прочим. Как вы, как вы, ребята, выборная кампания шла. Все участвовали в велопарадах. Я вот сейчас не могу себе представить, там, Александра Чурина или... Ну, да, их нельзя представить, но был Шульгин, который чиновников своих в прошлом году, по-моему, пытался заставить посмотреть на город глазами пешеходов и велосипедов. Получилось? В коротком периоде получилось. Два раза. Два раза съездили, и дело заезжали. Нет. Теперь кого нет? Ну, Шульгин ехал, а остальные-то вроде... Остальные тоже разъехались. Сейчас новые приехали уже. Да. Сейчас уже больше потенциальные... Снова не на велосипедах. Если раньше ехали больше при Шульгине из Татарстана, то сейчас едут больше из Москвы. Еще что у нас было из интересного. В конце года, фактически, это случилось, да, Герман Стерлигов сообщил о том, что в Кирове появится магазин его натуральных продуктов, и он даже появился. На улице Горбачева, по-моему, он работал, и там были какие-то безумные совершенно цены. Я даже заходил и смотрел, что одна буханка стоила 450 рублей, а, значит, ну и какую-то еще делали неэсклюзивную, она почти стоила по тысячу. Хлеба? Да, хлеба, конечно. В тысячу рублей? Да. А вот такое... Ничего удивительного в том, что магазин долго не просуществовал, я не вижу в таком случае. Ну, видимо, тогда спрос на экологические числе продуктов еще были не такие большие. А, ну, понятно. Не было аудитории заинтересованной. Что было еще из интересного? Ну, вот я помню достаточно такой громкий скандал с демонтажом ограды ботанического сада старой чугунной. До сих пор, кстати, непонятно, куда она делась, куда ее увезли, эту чугунную ограду. Явно не уничтожили и не сдали в лоб. Ну, это чугунина, я думаю, что да, где-то она находится. У кого-то на даче, да, как вот было предположение. А может, на Черного озера приготовили? Не знаю. Изменения обойдут большие. Возможно. И я помню, скандал-то был даже не столько с демонтажом связан, сколько с установкой новой ограды и с тем, что были планы вот эту новую ограду закрыть изнутри, со стороны сада поликарбонатом. Да, это была ужасная мысль, конечно. Да. А что у нас еще появилось? У нас началось строительство легкоатлетического манежа в Вересниках. А первый камень закладывался вообще в другом месте, если помните, ну, за рекой. Не помните такого? Нет, я не помню. Была торжественная церемония закладки первого камня, но не в 16-м году, чуть раньше, где-то за рекой, а потом уже мы пришли к выводу, что строить там нельзя, и решили перенести место. В Вересники, потому что у некоторых наших крупных строителей было желание освоить то направление Вересников и создать новый микрорайон. Для того, чтобы создать новый микрорайон, нужно было к чему-то привязаться для того, чтобы сделали дороги и коммуникации, не за счет строителей. А, то есть поэтому социальные объекты появляются? Да, глобальная эта история такая была. Понятно. Чтобы дорога появилась, надо построить социальный объект. Это примерно как с Парком Победы, да? Чтобы выкупить землю по льготной цене, надо сначала построить там что-то спортивное. Да, и перевезти зачем-то на поле прямо газ. Да. Потому что там футбол, видимо, без газа нельзя играть. Что еще из культуры, значит, в Кировской области в 16-м году случилось? Открылся музей-шляп, единственный в России в Вятских полянах. И вообще там спасибо большое энтузиастам, которые двигают этот процесс. Еще один энтузиаст Валерий Федеев открыл в Кирове музей истории Хлынова. Большое ему спасибо за это, да, и добрая память. Он до сих пор существует. Да, существует, совершенно верно. Хотя музей-шляп, по-моему, уже не существует. Шляпы закончились. Не, музей-шляп еще работает. Но парады шляпников... Там еще открылся музей советского быта коммуналка, мы про них рассказывали. К сожалению, да, фестивали-шляп, вот они периодически у них нерегулярно проводятся сейчас. В Кирове впервые прошел Баркэмп, спасибо нашим коллегам Семерка, это интеллектуальный такой пикник, да, на свежем воздухе, который в нескольких регионах портал 7 на 7 проводит. Слушай, ну 16-й год такой насыщенный получился. Насыщенный был, я же вам... Такой веселенький, я бы сказал. Я же вам говорю, там вот столько было событий небольших. Про 20-й мы так не скажем. А вот если 4 года спустя мы его будем вспоминать, году в 24-м, то может быть... Не, ну вспомним точно коронавирус, вспомним какие-то аресты, вспомним там про Майбах и про все эти вещи там, да. Но все равно он не такой... И скандал с полигоном ТБО мы тоже вспомним. Между прочим, в 16-м году как раз заговорили о том, что возле Вахруши начнется строительство нового полигона. О том и все утонем в мусоре. Да, и самый главный вопрос, все-таки тогда позитивщика в 16-м больше было, чем в 20-м, если мы сейчас начнем. Все-таки больше негатива. Позитива было много, да. Но я, правда, старалась подбирать темы так. А, ты позитивная специально? Нет, я не специально позитивные подбирала, но я старалась подбирать их так, чтобы были не только один сплошной негатив. Чтобы плакать не хотелось. Я помню, вот еще, кстати, интересная такая кадровая была история в 16-м году. Дмитрий Курдюмов, который был секретарем общественной палаты, как я уже говорила, да, участвовал довольно активно в этих вот рейдах с общественной группой по приемке отремонтированных дорог. Был там замечен Игорем Васильевым и приглашен в правительство, в новый состав. Как-то у тебя еще все просто, да нет? Фактически единственным... Это не повлияло на... А как это не повлияло? Игорь Васильев рассказывал, я, говорит, посмотрел на человека, он вот днем ездит с проверками дороги принимает, а ночью оперирует. Ну, там не так было сказано. В воскресенье он точно до сих пор этим занимается. Если уж так откровенно говорить, наверное, он не сильно ошибся в принятии такого решения? Не сильно ошибся, это правда. Я думаю, что это один из самых работающих замов, которые сегодня существуют. Я ведь не спорю. Я не спорю. Просто интересная была такая конструкция тоже, да? Вот, ну, хоть мы видели кировчанина в правительстве, но... Не все приезжие. Не все приезжие с непонятными биографиями. Нет, ну, как раз они были и понятны очень. Из-за чего и возникали очень много вопросов. И, по большому счету, через четыре года практически никто не остался. Такой круговорот прошел очень большой, кадровый. И на выходе мы поймали в двадцатом году, что практически сегодня при тех рабочих местах, которые есть в правительстве, в основном занимают все местные граждане в городе... Кировчане. То есть мы вернулись опять к кировчанам? Да, да, мы путь прошли очень большой, экспериментов, там, различных скандалов, коррупционных в том числе. А вернулись обратно к тому, что лучше-то вятских парней никого, в общем-то, и нет на своей территории. Ладно, посмотрим. Что-то вятские парни как-то, вы же сами говорите... Заснули. Да, заснули, заснули, не видно и не слышно. Да, просто депутаты их ЗАГСобрания не тревожат, и они немножко... Деградируют ЗАГСобрания, не тревожат исполнительную власть, и поэтому тишина и болотца. Ладно, еще в шестнадцатом году была очень хорошая тема, которая тянется у нас уже третью программу, я собираюсь о ней рассказать. Вот сейчас, наконец, расскажу, потому что в шестнадцатом году выбрали гимн города Кирова. Я не спою, зачем, споют другие люди. Гимн города Кирова выбрали. Кто-то помнит, что у нас гимн исполняли на Театральной площади, насколько я помню. Владимир Алексеевич Быков, наверное? Нет, он не пел. А, не пел, он попивал, наверное, попивал. Возможно. Любил очень город наш, я думаю, что он даже плакнул, наверное. Я напомню, там выбирали, по-моему, еще в пятнадцатом году началось голосование, выбрали три варианта, там, итоговых, да? А, я вспомнил, что еще. Сейчас у нас собирают подписи на город трудовой славы. Доблести, а тогда был сквер трудовой славы, да. О, мы тогда боролись за то, понимаете? И тогда были выборы, и сейчас, видимо, скоро выборы, и мы опять что-то выбираем, какое-то новое название. Слушайте, опять круг, круг, еще туда новых технологий, идей, что-то, какой-то кризис. Нет, ну мы же живем уже давно в прошлом. Я не понимаю, что, а смысл вообще в этом во всем, вспоминать там то, что было там очень давно. И я думаю, что самое печальное в этой истории то, что те люди, которые на самом деле заслуживают этого внимания, и то, что делали они, да, если бы они увидели, что сейчас происходит реально там с нашим городом, мне кажется, они бы были очень недовольны, и для них это была шоковая ситуация. Есть же фраза, да, про Юру, мы все, Юра, мы все... А мы все летим. Да-да, не, мы все как-то вот угробили, да, прости нас, пожалуйста. Да, ты думаешь, нас прости, да, так же. Ну, все-таки, возвращаясь к гимну, да, я напомню, что выбрали в итоге произведение Прохора Протасова, как на сайте администрации Кирова сообщается, оно полностью соответствует жанру гимна и носит торжественный патриотический характер, богато по эмоциональному содержанию и колориту. Дополнительным критерием стало то, что в текстовом материале гимна употребляются все имена, которые носил наш город в разные годы, ну, соответственно, Вятка, Хлынов и Киров. И мы сейчас кусочек этого гимна послушаем, и на этом нашу программу очевидцы завершили. Чтобы патриотизм немножко подзарядиться. Да, Дмитрий Михайлович, спасибо, слушаем. Да, всем слушателям тоже приятного дня. Над рекою солнце всходит, освещает город святой. Городов в России много, но милее край родной. Славься, древний город Клына, славься, гадская страна, славься, мой любимый пирог наших прадеда земля. Очевидцы.